Бытают мнение, что достаточно быть хорошим человеком и делать добро. Но вам нужно новое рождение, потому что хорошие люди тоже идут в ад. Если вы не получили новое рождение, не стали возрожденным творением Божьим, вы не сможете находиться в Божьем присутствии. Если вы дети дьявола, пусть даже и хорошие, вам нужно родиться свыше. Это единственный способ стать детьми всемогущего Бога. Он оживил ваш мертвый дух и дал свою жизнь. Поймите, дети дьявола поступают в соответствии со своей природой. И если вы ведете себя, как они, подумайте, а рождены ли вы свыше? Да, впору задуматься, рождены ли вы свыше? Потому что вы не будете вести себя определенным образом, если вам это не свойственно. Аминь. То, о чем пойдет речь, потревожит бесов. И тех из вас, в ком есть бесы. Так что, если вас это задевает, подумайте, а не о вас ли идет речь. Аминь. Самая важная и нужная тема во всей Библии и в жизни верующего — это понимание ценности крови Иисуса. Давайте прочтем 18 и 19 стихи вместе вслух. 1 Петра 1, 18 и 19. Готовы? Читаем. В расширенном переводе написано «Вы должны знать, понимать, что вы были искуплены, выкуплены от бесполезной, бесплодной жизни, традиционно унаследованной от предков, не серебром и золотом, которое истлеет, но вы были выкуплены драгоценной кровью Христа, Мессии, жертвенного агнца, без пятна и порока». Здесь сказано, что золото не спасет нас. За серебро не купить нам спасение. Кровь Христа стала искупительной платой за наш грех. Выкупила нас у дьявола. И теперь мы — дети всемогущего Бога. Другими словами, если бы не кровь Иисуса, мы до сих пор были бы детьми дьявола из-за того, что Адам с Евой натворили в раю. Когда Адам и Ева услышали голос Сатаны и послушались его, они перешли на сторону Сатаны, и он стал им отцом, а они его детьми. И если бы не драгоценная кровь Иисуса, которая выкупила нас на свободу, оживила наш мертвый дух и дала нам жизнь, мы бы до сих пор были детьми дьявола. Различные обстоятельства определяют ценность чего-либо в нашей жизни. Многие христиане не ценят кровь Иисуса, не понимая, что в ней такого. Часто мы не понимаем ценности здоровья, пока не заболеем. мы не понимаем, чего стоит жизнь без боли, пока не почувствуем боль. Вряд ли здоровый человек до конца понимает, насколько важно здоровье. Аминь. Сытый человек не понимает ценности пищи. Понимаете, голод придает пище ценность. Жажда придает воде ценность. Бедность придает деньгам ценность. Послушайте. Грех придает крови Иисуса Христа ценность. Сегодня мы поговорим о том, почему кровь Иисуса настолько ценна и почему ее нужно ценить. Надеюсь, что-то, что вы узнаете о крови в последующие несколько недель, научит вас ценить ее. И вы сумеете в полной мере понять ее истинную ценность в вашей жизни. Итак, первая причина, почему кровь Иисуса настолько ценна в том, что она обладает искупительной силой. Искупительной силой. Кровь Христа искупает. Кровь Иисуса искупила нас. Ее можно искупить, выкупить, аллилуйя, заплатить за искупление, купить свободу. Откройте послание к евреям, девятую главу. Кровь обладает силой искупления. Евреям, девятая глава, двадцать второй стих. Евреям, девять, двадцать два. Давайте прочтем его вместе вслух. Готовы? Читаем. Да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. В расширенном переводе написано, кстати, по закону почти все очищается кровью. И без пролития крови невозможно избавиться от греха и вины, не получить прощения и не избежать последствий и заслуженного наказания за грех. Здесь сказано, что без пролития крови прощение невозможно. Есть два слова. Загладить или уладить. И простить. Что-то уладить означает прикрыть, покрыть. Тогда как простить означает стереть, убрать с пути, удалить. В результате поступка Адама, когда он послушался сатану и стал его сыном без пролития невинной крови Христа, мы не могли от этого очиститься. Мы не могли избавиться от этого. Мы должны быть очень благодарны Иисусу за его кровь, потому что она должна была пролиться. Она должна была пролиться. Таково правило. Чтобы получить прощение за грех, должна пролиться кровь. Кровь Иисуса стерла это пятно. Кровь животных во времена Ветхого Завета покрывала грех народа лишь на время. Им приходилось постоянно приносить жертвы. Вместо того, чтобы покрыть наш грех, кровь Иисуса окончательно его стерла. Слава Богу! И теперь мы не дети дьявола. Божье слово учит, что кровь Христа, помазанника, драгоценна, так как обладает искупительной силой. В Библии сказано, что мы были искуплены не серебром или золотом. Наша свобода была оплачена не серебром или золотом. Мы были выкуплены, искуплены, возвращены в Божью семью, не серебром или золотом, но драгоценной кровью Иисуса. Воздайте Богу славу за драгоценную кровь Иисуса. Аминь. Далее в книге деяний Павел в своем прощальном послании Ефесской церкви это Деяние 20 глава. Послушайте, он пишет. Деяние 20 глава, 28 стих. Здесь сказано, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». В расширенном переводе обращаясь к пастырям и блюстителям, он пишет, «Пасти, ухаживать, присматривать, кормить и вести церковь Господа и Бога, которую Он выкупил для себя, приобрел себе своей собственной кровью». Поймите, если бы Иисус не пролил свою кровь, по вине Адама, мы бы оказались в ситуации, когда грех вошел, его дух умер, грех вошел в него, тогда Божья жизнь оставила его, он был разлучен с Богом, и единственный способ исправить ситуацию заключалось в том, что Иисусу надлежало прийти родиться от девственницы, пролить свою кровь и через кровь Иисуса. Он выкупил нас, заплатил выкуп, Аллилуйя, чтобы мы не умерли в грехах и не пошли в ад, будучи детьми дьявола, чтобы мы могли стать рожденными свыше и исполненными Духа и жизни детьми Божьими. Послушайте, вам лучше научиться ценить это сейчас, потому что после смерти вы точно будете это ценить. Вы скажете спасибо за кровь Иисуса. Аминь. Итак, первая причина считать кровь Иисуса драгоценной в том, что она искупила нас. Мы все были бы в аду без надежды, если бы не кровь. Запомните раз и навсегда, никакие ваши усилия, планы и добрые намерения не спасут вас. Кровь Иисуса искупила и освободила вас. Возможно, вы думаете, что вот как мир это делает. Вокруг нас много неверующих людей, которые пытаются измениться и стать лучше. Они пытаются показать себя в лучшем свете. Но каким бы хорошим и высоконравственным человеком вы бы не были, если ваш Дух не возрожден, ваш Дух во тьме, а Дух, в котором нет жизни Божьей, указывает на вашу принадлежность к семье дьявола, и каким бы хорошим человеком вы не были, даже если на ваших похоронах все присутствующие будут петь вам дефирамбы, вы пойдете в ад, потому что дитя дьявола не сможет находиться в Божьем присутствии. На небесах нет места детям дьявола. Помните, как Иисус называл фарисеев? Он сказал им, «Ваш отец дьявол, и вы поступаете в точности, как он. он лжет, и вы лжете». Вы можете стараться стать лучше и измениться, но пока вы не родились свыше, вот почему Иисус сказал, «Должно вам родиться свыше». Почему? Потому что ваш дух, который принадлежит дьяволу, должен возродиться в новом качестве, чтобы вы могли предстать перед Богом как его дитя, а не дьявольское отродье. Если вы дитя сатаны, мы придем к вам на помощь. Аллилуйя. Потому что вы так и будете жить, подражая ему. Блудить, грешить, потому что вы дитя сатаны. Если вы продолжаете грешить и удивляетесь, почему так происходит, ведь я верующий, возможно, это не совсем так. Все ли вы сделали правильно? Я не хочу после своей смерти узнать, что никогда не был Божьим Сыном. Аминь. Потому что вы будете поступать сообразно в вашей природе. Аллилуйя. Если вы продолжаете грешить, возможно, причина вашей бессонницы в том, что вы с утра до вечера сквернословите. Все дело в вашей природе. Кровь Иисуса драгоценна, потому что способна искупать. Скажите, спасибо, Господь, я был искупен кровью Иисуса. Вторая причина, почему кровь Иисуса настолько ценна, в ее очищающей силе. Ценность крови Иисуса в ее очищающей силе. Спасибо, Господь. Смотрите, 1 Иоанна, 1 глава. 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. Ценность крови Иисуса в ее очищающей силе. Итак, 1 Иоанна, 1, 7. Здесь сказано, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, если мы ходим во свете, как Он во свете». Одно условие. «А вы во свете?» «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете». Здесь есть пара моментов. «Если мы ходим во свете, как Он во свете, то, во-первых, мы имеем общение друг с другом. Как определить, во свете вы или нет?» Далее Он говорит, «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Итак, раньше мы пели песни, мы все их хорошо помним, о крови, и надо снова начать это делать. Есть сила, сила, чудодейственная сила в крови. Мы пели о крови, но почему-то мы перестали это делать. Что способно омыть мой грех? И тут наши старички подхватывают только кровь Иисуса. Мы больше не поем о крови. Как нам приходит в голову считать своими заслугами то, что под силу только крови Христа? Нет, нет, нет. Кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. Откройте книгу Откровения, первую главу, пятый стих. Откровения, один, пять. Только кровь Иисуса. Драгоценная кровь Иисуса. Кровь течет рекой. Я так хочу, чтобы вы поняли то, что я сегодня вам скажу. Поймите, если вы считаете, что это зависит от ваших заслуг, от посещения церкви, от того, каким хорошим человеком вы были, то скажу вам, нет. Пока у вас не будет веры в кровь. А что такое вера в кровь? Вера в кровь это знание того, что кровь совершила в вашей жизни. Невозможно поверить в кровь, не зная, что она совершила. Невозможно поверить в кровь, не понимая, что она сделала. Вот почему я учу об этом сегодня. Чтобы поверить в кровь Иисуса, нужно узнать, что она совершила для нас. Откровение 1, 5. Давайте прочтем его вместе вслух. Готовы, читаем. «И это Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей». В расширенном переводе написано, «Тому, кто навсегда любил нас и раз и навсегда искупил и освободил нас от наших грехов своей кровью». Вы были искуплены и освобождены. Другими словами, вы больше не связаны оковами греха. Вы свободны от этого. Это значит, что вам не обязательно грешить, если вы этого не хотите. Люди грешат, потому что хотят грешить. Кто-то скажет, «Дьявол меня заставил». Он не может вас заставить, потому что вы были омыты кровью. И Иисус освободил вас, снял оковы греха. Скажите своему соседу, «Оковы греха разбиты». А теперь скажите, «Вы свободны». Видите, оковы разбиты, вы свободны. Вы как заключенный, который сидит в тюремной камере, а дверь открыта, распахнута настиж. Дверь открыта, вы свободны. Итак, мы видим, что Он омыл и очистил нас от наших грехов кровью Своею. Своею кровью. Божье Слово учит, что мы имеем лучший завет, утвержденный на лучших обетованиях. Откройте евреям восьмую главу. Мы помним все то, что было обещано нам в Ветхом Завете. Но нам дан лучший завет. Евреям 8,6. Мы к этому вернемся. Евреям 8,6. Давайте прочтем его вместе в слух. Готовы? Читаем. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай Завета, который утвержден на лучших обетованиях. Иисус — посредник лучшего завета». Итак, по закону Ветхого Завета, пожалуйста, послушайте, по ветхозаветным законам в качестве жертвы использовалась кровь невинных животных, что было прообразом крови Иисуса Христа. В том месте Писания, которое мы читали ранее, говоря о драгоценной крови Иисуса, Иисус уподоблен ангцу без пятна и порока. Однако, друзья, кровь жертвенных животных всего лишь покрывала грех народа. Она не очищала его. Если кровь Иисуса очистила ваш грех, кровь животных в ветхозаветные времена всего лишь покрывала грех. В сравнении с кровью животных, кровь Иисуса — это кровь лучшего завета. Вот почему евреям приходилось постоянно приносить жертвы, убивать животных. Потому что кровь жертвенных животных — это не кровь Иисуса. Их грехи были покрыты, но не очищены. Приведу пример. Скажем, я пролил черные чернила на черную кожаную обложку Библии. чернила слились настолько, что их не видно, но пятно осталось. В Ветхом Завете греховная природа человека по-прежнему оставалась в человеке. Их грех был только покрыт. «Но слава Богу, то, что делает Новый Завет гораздо лучше прежнего, это то, что Иисус омыл и очистил нас от всех грехов своей кровью». Что это значит? И что в Писании говорится об этом? Давайте прочтем евреям 8 главу, а потом еще ряд стихов. Давайте будем учиться. Я хочу, чтобы вы это поняли. Это очень важно. Евреям 8 глава, стихи с 7 по 10. Причина, почему многие люди ничего не знают о крови, в том, что мы поем об этом, мы говорим об этом, но мы ничего о ней не знаем. А в Библии не зря сказано, чтобы мы всем имением приобретали разум. Евреям 8 глава, с 7 по 10. Здесь сказано, «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». То есть, если бы Первого Завета, когда грех покрывал кровь животных, было достаточно, Иисусу незачем было бы приходить и проливать свою кровь. Но этого было мало. 8 стих. «Но Пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой Завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской, потому что они не прибыли в том Завете Моем. И я пренебрег их, говорит Господь». Он говорит, «Это не то». Дальше. «Вот Завет, который завещают Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. «Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их и буду их Богом, а они будут Моим народом». Старый и Новый. Кровь животных и кровь Иисуса. Дальше. Вернитесь и откройте Евреям 7 главу. Давайте прочтем 25 стих. Евреям 7 глава с 25 по 27 стихи. Готовы? Читаем. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за Них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ему нет нужды делать это еще раз. Помните песню? «На Его месте должен быть Я». Нет, не должны. Иисус уже это сделал. Больше никому не придется умирать на кресте. В ряде культур существует традиция, что каждый год на Пасху кто-то должен умереть на кресте. Что толку от вашей крови? Кровь Иисуса заплатила сполна. Слезайте с креста. Раз и навсегда. Оставьте животных в покое. В Ветхом Завете люди постоянно приносили жертвы, тогда как Иисус своей кровью сделал это раз и навсегда. Дальше. Евреям 9 глава. с 11 по 14 стих. Евреям 9 с 11 по 14. Давайте прочтем их вместе в слух. Готовы? Читаем. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую, совершеннейшую скинею, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телец через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Послушайте. Итак, кровь Христа очищает нашу совесть от мертвых дел для служения Богу. То есть кровь Христа изменяет наше сознание. Послушайте, чтобы принять кровь, нужно понять ее действия. А из-за того, что многие люди этого не понимают, они чувствуют вину и осуждение, потому что они понимают, что кровь обладает способностью очистить их совесть, чтобы они могли служить живому Богу. Аллилуйя. А теперь давайте еще раз откроем первую главу первого послания Иоанна. 1 Иоанна, 1 глава. 7 стих. «Слава Богу! Он намыл и очистил нас, наша совесть стала чистой». Вот почему теперь я могу проповедовать и к вам приходит осознание греха. Я хочу говорить о праведности, чтобы к вам приходило осознание праведности, говорить о крови, чтобы к вам пришло осознание крови. Аминь. 1 Иоанна, 1-7. Давайте прочтем его еще раз. Готовы? Читаем. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает». Кто из вас в это верит? Вы верите в то, что кровь Иисуса очищает нас от всякого греха? Поймите, здесь Иоанн не обращается к грешникам. Это обращено не к грешникам. Мы часто цитируем это грешникам, но это обращено к верующим. Иоанн обращается не к миру. Он обращается к церкви, потому что, смотрите, что он пишет. Он говорит, «Если же ходим во свете, грешники не ходят во свете. Если же ходим во свете». Вот почему они нуждаются в Иисусе, потому что они не ходят во свете. Вот почему им нужно новое рождение, чтобы прийти к свету. Слава Богу! Хочется особо подчеркнуть, что если мы ходим во свете, как он во свете, мы имеем общение друг с другом. Если мы ходим во свете, как он, мы имеем общение друг с другом. А если у вас нет общения с братом, вы не во свете. Ой-ой-ой! Смотрите, Писание ясно указывает на то, что если вы не ходите во свете, ваш грех не будет очищен. На кого вы злитесь сегодня? Еще одна причина считать кровь Иисуса великой драгоценностью. Во-первых, в ее искупительной силе. Во-вторых, в ее очищающей силе. И в-третьих, она несет умиротворение. Она умиротворяет. Когда я думаю о слове умиротворения, мне представляется плачущий ребенок. Вы говорите, ну что же ты все плачешь и плачешь? Где твоя пустышка? Дайте ему пустышку. Что произошло? Своими действиями вы сделали мирной и беспокойной ситуацию. Это внесло покой и мир в обстановку, в которой так трудно сохранять спокойствие и мир. Кровь Иисуса принесла покой и мир тем, кто по закону был признан виновным и подлежал суду. Слава Богу! Кровь Иисуса принесла покой и мир в нашу жизнь, в ситуациях, где до этого царил хаос. Откройте Колоссянам 1 главу 20 стих. Колоссянам 1.20 Здесь сказано Колоссянам 1.20 И чтобы посредством Его примирить И чтобы посредством Его примирить Кровь Иисуса приносит мир там, где без Него мира нет. Примирить с Собою все, умиротворив через Него Кровью Креста Его и земное и небесное. Слава Богу! В расширенном переводе написано Божий замысел был в том, чтобы через служение и вмешательство Его примирить нас с Собой. Он восстановил гармонию во всем, что было нарушено в саду, на небе или на земле, и через Него Отец установил мир Кровью Креста Его. Теперь мы в мире с Богом. Через Кровь Иисуса мы примирились с Богом. Во-первых, Кровь Иисуса восстанавливает нарушенный закон, и через Кровь Креста Иисуса Бог вернул нам мир, примирив с Собой всех нас. Бог это сделал. И во-вторых, Кровь Креста успокаивает нашу совесть. Мы перестаем осуждать себя, чувствуя вину за свои грехи и беззакония. Одна из причин, почему христиане живут с постоянным чувством вины, в том, что мы не акцентируем внимание на крови Иисуса, как должно. Многие люди ушли из церкви, потому что в тот момент, когда они допустили промашку, они испытали чувство вины и не нашли в себе силы вернуться. им кажется, что продолжать по-прежнему ходить в церковь после того, что они сделали это лицемерие. Они не понимают силу крови, а мы об этом не учим. Если бы мы только знали о силе драгоценной крови Иисуса Христа, чувство вины навсегда бы нас оставило. Если вы живете с чувством вины, вы ограничиваете Бога, когда вы приходите в церковь и славите Бога, вина заставляет вас думать, что вы недостойны славить Бога. Вина заставляет вас выключить проповедь, остановить диск. Вина мешает исполнению Божьей воли в вашей жизни. Но кровь Иисуса, драгоценная кровь Иисуса, смыла чувство вины. Вам вовсе не обязательно жить с чувством вины. Достаточно знать, что совершила для вас кровь и как она примирила вас с законом, успокоив нашу совесть. Давайте прочтем Евреям 10 главу. Евреям 10 глава. Господи Боже. Теперь понимаете, насколько это важно, и об этом нужно говорить. Пора перестать проповедовать исключительно воодушевляющие проповеди. Об этом нужно говорить. Люди должны это понять, а иначе дьявол воспользуется их непониманием. Он использует чувство вины, чтобы вредить нам. А христиане этому способствуют. Вы только послушайте. Как он может танцевать и славить Бога? Я только вчера видел его в клубе. Видите, что он делает? Вы только что присоединились к семье сатаны, став родней обвинителя братьев наших. Они раскаялись. Кровь очистила их. Но знаете, если только кровь очищает их каждую пятницу, потому что я вижу их там каждую пятницу, а вы как можете их видеть? мерзкий дьявол. Итак, смотрите. Давайте прочтем. Он говорит первый стих. Закон, имея тень будущих благ, это только тень, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не можете сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Вы это видели? Приносящие жертву были бы очищены раз и навсегда и уже не чувствовали никакой вины и осознания греха. Другими словами, если бы ветхозаветные жертвы возымели надлежащий эффект, в первую очередь, люди бы не чувствовали свою вину. очевидно, что этого было мало. Теперь, если кто-то спросит вас, а как понять, верю ли я в кровь, отличным индикатором служит чувство вины. Если вы постоянно живете с чувством вины, вы не верите в кровь и в то, что кровь заплатила за ваш грех. Аллилуйя! Потому что церковь научила вас, что прежде чем вернуться в церковь, вы должны хорошенько помучиться, пройти через страдания, боль и вину, прежде чем вы сможете поднять руки к небу. Это ложь! Аллилуйя! Все, что от меня требуется, это поверить в кровь. Этого не заработать добрыми делами или страданиями. Кровь дала мне это право. Вы можете осуждать меня, потому что не понимаете силы крови. Вот почему я в это верю. А вы не понимаете и не поймете, пока мы все не умрем. И тогда вы поймете, что я был вовсе не так плох, как вы думали. Еще раз. Это не лицензия на грех. Я хочу сказать, что чувство вины не доведет вас до добра. Кровь Иисуса, о Иисус, приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Не чувствовали вины за грех. Вы скажете, о чем ты говоришь? Вы все правильно поняли, если вы согрешили кровь Иисуса, как написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит. Это повторяющееся действие нас от всякой неправды. Если вы вернетесь к свету, поймите, когда мы падаем, мы встаем. Мы падаем в темноту, но возвращаемся к свету и продолжаем ходить в свете. И когда я возвращаюсь к свету, я не чувствую вины. Что было, то было, все кончено, я чист, и не позволю этому помешать мне или остановить меня. И каждый раз, когда я молюсь, друзья, никакие ваши усилия не заставят Бога что-то для вас сделать. Никакие ваши усилия не смогут привести в действие Его принципы в вашей жизни. Друзья, сила в крови, а не в вас. Вы скажете, если бы ты знал, что я наделал. Не ты первый, не ты последний. Не ты первый, не ты последний. Не думай, что ты такой один. О, пастор, я себе противен. Не ты первый, не ты последний. Иными словами, если вы себе противны, вы не одиноки. Но кровь Иисуса пролилась, чтобы очистить ваши мерзкие грехи. Грех не может устоять против крови Иисуса. Кровь очистит ваши грехи. Кровь. Ха-ха. Кровь. Кровь. Кровь победит нечистоту. Завтра вы проснетесь и скажете, я больше не грешник. Итак, смотрите. Мы прочитаем по 22 стих. Но жертвами каждогодно напоминается, когда кровь животных покрывала грех, она не давала о нем забыть, напоминая о себе ежегодно снова и снова. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Божия, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою, Божия. Отменяет первое, то есть кровь животных, чтобы постановить второе. По сей той воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно в Ветхом Завете стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не смогут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссеял одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены под ножи ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, отделил. Кровь сразу отделяет нас, а сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Они уже прощены. Итак, братья, имея дерзновение, смотрите, здесь говорится, что вследствие того, что Иисус пролил за вас свою кровь, Бог уже не помнит ваших грехов. Теперь, братья, вы имеете дерзновение и полную свободу, непоколебимую уверенность и входите в освятилище кровью ангца. Другими словами, через эту кровь вам дано абсолютное право входить в Божье присутствие. Вы получили это право не за свою непорочность или святость, но за то, что вы поверили в кровь Иисуса Христа. Вы можете входить в Божье присутствие благодаря крови Иисуса. Бог говорит, перестаньте напоминать себе о том, чего Бог не помнит, но призовите кровь, заходите, садитесь и давайте поговорим по душам. Я вхожу в присутствие Отца не потому, что я этого заслужил, а потому, что Сын пролил свою кровь, забрал мой грех и не помнит его. А посему будьте уверены, что когда вы молитесь, Бог слышит вашу молитву, будьте уверены, что то, что вы свяжете, будет связано, а что разрешите, разрешено благодаря крови. Благодаря крови. Поймите, дьявол не хочет, чтобы вы это услышали, потому что он хочет, чтобы вы жили под гнетом вины, в рабстве, не имея уверенности, что Богу есть до вас дело. И он продолжает напоминать вам о ваших грехах, о ваших оплошностях, обвиняя вас в том, что вы недостойный, ужасный, никуда не годный человек. Но я-то знаю, что кровь Иисуса навсегда очистила меня. И если Бог не помнит моих грехов, то и я забуду. Теперь я святой. Когда вы это принимаете, дьявол не может с вами находиться. Вы подходите к нему и говорите, «Иди прочь». А он, «Помнишь меня? Помни, что ты сделал вчера?» Замолчи, иди вон. Я призываю кровь. Я этого не помню. Бог этого не помнит. И только ты пытаешься обвинить этого человека. Убери свой хвост от этой дочери Авраама. Не трогай моих денег. Не подходи к моему дому. Я праведность Божья. Я призываю кровь Иисуса. Вы можете меня не любить, а Бог по уши влюблен в меня. Я дитя всемогущего Бога. Кровь Иисуса обладает силой примирения. Он все уладил. Он дает нам мир и освобождает от вины. Кровь восстанавливает нарушенный закон и очищает совесть. Четвертая. Четвертая причина считать кровь драгоценной. Ценность крови Христа в ее примиряющей способности. Ефесянам 2.13 Здесь сказано «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». В расширенном переводе написано «А теперь во Христе Иисусе те из вас, кто однажды был так далеко, посредством крови Иисуса стали близки». Нет, это не ваша заслуга. Это его заслуга. Это все его кровь. Вы были далеко, погрязли глубоко в грехах, далеко от спасительного берега. Но кровь пролилась и возвратила вас к нему. Грех разлучил вас, но кровь возвратила вас к нему. Она урегулировала ситуацию с грехом. Кровь обладает силой примирения. Пятое. Ценность крови Иисуса в том, что она придает вам смелость, дерзновение. Ключевое слово здесь — смелость. Она делает нас смелыми. Откройте евреям 10 главу. Кровь придает смелость. Аллилуйя. Кровь придает смелость. Причина, почему библейские герои добивались таких результатов, в том, у них была смелость или иначе уверенность. Нам нужна смелость Джона Уэйна. Понимаете, о чем речь? Я не могу жить по принципу «Моя хата с краю ничего не знаю». Мы должны знать свои права. И когда я что-то говорю, я знаю, о чем я говорю. И что из этого выйдет? Ваша позиция должна быть такой. Лучше мне за вас не молиться, потому что если я помолюсь, держите меня, потому что если я помолюсь, что-то обязательно случится. Не пускайте меня в мою комнату. Не дайте мне опуститься на колени и начать молиться. Если не хотите результатов, не давайте мне молиться. Смело. Смело. Не давайте мне говорить о том, что я благословлен. Что-то обязательно случится. Не давайте мне связывать дьявола. Он будет связан по рукам и ногам. На него наденут смирительную рубашку. Не просите меня об этом, потому что, поймите, это вам не игрушки. Я действительно верю в Библию. Я верю в то, о чем говорю. Не просите меня применять мою веру, иначе я за себя не ручаюсь. Лучше не давайте мне деньги, когда нуждается моя семья. Не дайте мне выписать чек, поставить свою подпись и вложить его в царство. Я вас предупредил. И лучше молитесь, чтобы я не взял чашу и хлеб и не принял причастие, когда мне трудно. Это отважное христианство, которое заявляет, ты не знаешь, с кем связался. Ты что, забыл? Разве ты не получил письмо? Слава Богу, я дитя всемогущего Бога. Это смелость. Это уверенность. Брата Рика ничем не сломить. По-настоящему смелых христиан отличает уверенность. Вы даже ходите иначе. Они ходят как... Что такое? Где? Что? Что? Ты что? 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 Ты разве не знаешь, что я искуплен? Выкуплен! Спасен! Очищен! Освобожден! Приобретен! Примирен! Кровью! Когда верующая женщина приходит в церковь, когда она идет, все в страхе разбегаются. Не от того, как она выглядит, но ее смелость и уверенность, когда она идет, заставляет бесов раступиться благодаря крови. Радость-то какая! У вас столько смелости, что нужда вас не пугает. И вы уверены в Боге. Бог так много для вас сделал. И вы пережили столько побед. И вы уже знаете. Вы знаете. Не зря говорят, что знание — сила. Я уже знаю, что Он очистит мой грех. Я знаю, что Он заполнит пустоту. Я знаю! Я знаю, что Он исцелит меня. Я знаю, что Он освободит. Я знаю, что Он оплатит мои счета. Когда я не знаю, где взять деньги. Я это знаю. Скажите, дьявол, я тебя больше не боюсь. кровь. Кровь. Смотрите. Это раздражает бесов. Кровь. Они не знают, что с вами делать, когда мы закончим. Кровь. Они сидят и не знают, что с вами делать. Он говорит о крови. До сих пор они ходили кругами, пытаясь понять, что с этим делать. А теперь только и знают, что кровь, да кровь. Вы не хуже меня знаете. Кровь. А ну-ка отойдите. Теперь-то я знаю. Теперь-то я знаю. Шутки окончились. Кровь. Хорошо. Слава Богу. Что способна мыть мой грех? Только кровь Иисуса. Что способна заполнить пустоту? Только кровь Иисуса. Есть сила. Сила. Чудная сила в крови Агнца. Хорошо. О, Иисус. Слава. Слава. Как же хорошо-то. О, Иисус. О, Иисус. Друзья, у нас мало времени. Аллилуйя. Спасибо за твою кровь. Спасибо за твою кровь. Давайте склоним головы. Спасибо за твою кровь. Я больше не боюсь. Я не безгласен. Я знаю, кто я. Я знаю, что я могу и почему. Я знаю, что я могу и почему. Я знаю, почему я могу. Потому что кровь. Потому что кровь. Это не моя заслуга. Кровь. Кровь восполняет мои нужды. Кровь дает свободу от долгов. Благодаря крови я вижу результат. Я ни при чем. Это все Он. Кровь Иисуса. Поднимите ваши руки. Воздайте Богу славу за кровь. Славьте Его. Благодарите за Его кровь. Благодарите за кровь Иисуса. Господи Боже. Где бы я был, если бы не она? Слава. Где бы я был? Если бы не кровь. Спасибо. Спасибо. Слава. Где бы я был, если бы не кровь? Спасибо, Иисус. Спасибо за кровь. Без Него нет спасения. Нет исцеления. Нет освобождения. Без Него нет преуспевания. Без Него я бы не знал тебя. Как знаю сейчас. Я бы жил в грехе, не зная ценности крови. Цена. Цена кровь Христа. Я обрел свободу. Благодаря крови я имею близость с Богом. Благодаря крови Я стал близок к Ему Раньше в церкви мы пели песню Бог стал ближе мне из-за крови Мы должны постичь суть крови Иначе наша христианская жизнь будет неполной Благодарите Бога Непрестанно благодарите Бога За крови